Всем привет, с вами Томка. На прошлой неделе вышел мой первый клип моего нового музыкального проекта. Кто еще не видел по этой ссылке, зайдите обязательно, посмотрите, поставьте лайк, прокомментируйте. Можете также под этим видео оставлять свои мысли, не только по поводу клипа. План по лайкам я выполнила, так что вкратце вам расскажу. Хотя на камере не передать все наши эмоции, испытания, которые мы пережили. Мы заранее поделили день, когда мы все отпросились с работы. И как назло, мы поехали в Литву, а накануне начался снегопад. Все дороги в снегу, а к вечеру градусы опустились до минус 15, и был один сплошной гололед. Как вы уже все слышали, с первой серии в Литовской Регитре был сбой в системе, и нам сказали приходить завтра. Но завтра всем надо было на работу, поэтому вопрос надо было решать сегодня. Мы договорились с продавцом, что он нам даст шведские номера, и на свой страх и риск мы поехали с Литвы до Риги без регистрации. Также продавец нам обещал зимнюю резину, но почему-то у него оказалось только три колеса. И найти еще одно колесо в столь поздний час, поскольку мы уже выбились из графика, было просто невозможно. Но, как говорится, с миру по нитке и на какой-то просто убогой зимней резине мы ехали 260 километров в ужаснейших дорожных условиях. Я хочу уточнить, что мы ехали 50 километров в час, и не только мы, а все участники дорожного движения. Фуры вообще останавливались на ближайших заправках, видимо, ждали, пока специальные службы посыпят солью дороги. В конце концов, мне было страшно не потому, что я еду без регистрации, но потому, чтобы доехать до дома и вообще не размотаться. Доехали в целости и сохранности. И самое главное, что это было очень интересное и необычное начало истории моей машины. Машина того стоила. А вообще в этой серии я хочу вам показать распаковку деталей, которые пришли и скоро отправятся к Кириллу в сервис. Так что смотрим дальше. Сейчас мы делаем unpacking радио, потому что завтра эта красота вся поедет в Кириллу в сервис. С чего начать? Ну что ж, начну, наверное, с нового выхлопа. Вы сами знаете, что это. Вот это будет торчать отсюда так. Тут что она, значит? Нержавейка. Внутренний бюндель. С чем? С X-пайпом. Эта труба вот так вот стоит. Будет круто, мощно. У нас есть даже такая штука. Кайн-фильтр. Все, что могу сказать по-другому поводу. Ты серьезно? Всякие уголки там, стяжки, не знаю, как раз. В общем, все будет очень круто. Кирилл все это сложит. В этом нам помогли ребята из Trackday. Отлично. Советы помогли, рассказали, заказали, все доставили. Рекламировать никого не буду, потому что спонсоров у меня нет. Но вот у этих ребят. Мы взяли Saverzus, пластины. Для чего это нужно? Как круто! Даже гравировочка такая. Так, что далее? Это что? Это что? А, вот это вот Saverzus. Saverzus. Наверное, чтобы делать развал схождения. В точку. Оператор говорит, в точку. А, и тут еще очень немаловажная деталь. Вот. Кто разбирается, тот разбирается. Я не разбирается. Дальше. Arviz Raguts. Давай, откроем. Упаковано все очень четенько. Та-дам! Полиуретан. Все у нас будет на полиуретане. Полиуретане. Гибралтар. Полиуретане. Все, как полагается, у настоящих дриксеров. Потому что я что? Настоящий дриксер. Дальше. Самое интересное. Поскольку я не прошла техосмотр из-за того, что не было катализатора, мы в группе начали обсуждать, как решить этот вопрос. Все там начинают говорить катики, католики. Я очень долго думала, что это и есть катализатор. Но нет. Теперь я знаю, что это коллектор. И это никак не связано с катализатором. В общем, я долго вообще не понимала, о чем идет речь. Но вот какая красота тоже. Ребята из Track Day. На. Вау. Вообще иначе представляла. Но, по-моему, это выглядит очень круто. Вот. Офигеть. И как это все становится? Кирилла, я не позавидую. Отличнее все. Продолжаем. Это коллектор. Пусть тут постоит. Коллектор мы купили новый. А катализатор? Катализатор Кирилл нам одолжил на техосмотр. Загонять. Вот с этого момента попадалось. Со второго раза не прошла. Потому что подумала, что зимнюю резину уже никто не проверяет. Но оказалось, что зимой они в любом случае, даже если у себя не вписана зимняя резина, то они в любом случае проверяют. Первый раз, когда ездила, ставила резину нормальную зимнюю на один раз. Ну, все по схеме баймистов настоящих. Ну, тоже с катализаторами, короче, все. Проблема решена. Катализаторов по-прежнему нет. Итак. Самое интересное. О, нифига себе! Блин, это просто нереально. Какая тяжелая вещь. Вот такие skylover. How is that? Это значит перец. Вот такие. Блин, да они тяжелые, капец. Я даже одну поднятию на тут. Он просто брал целиком. О, е-мое! Блин, он вы тяжелый. Performance skylovers обязательно наклеен на тачке тоже. А, ну, кстати... Блин, передний намного мощнее, задний, короче. А, знаешь, почему? Потому что там пружина отдельная стоит. Пружина вообще отдельная. Вот она. Такая вот. Чик. Я, конечно, в предвкушении поставить это все на машину. И вообще посмотреть, как такая она будет. Потому что, когда я ехала с Литвы, на ней это абсолютно комфортная машина. И когда мы поставим все это добро на нее, я думаю, она будет другая. Я, я в предвкушении весны. Кто разбирается, тот разбирается. А я не разбираюсь. Я, я знаю, что это такое. Ну, не понял. И тут еще у нас опора есть такая вот. Собственно, ребят, что я тут умничаю. Но я хотела похвастаться вот таким ништякам, потому что это круто. Это уже другой уровень. И Томка вырывается в автоспорт.